Фёдор, расскажите, пожалуйста, как рисовать зелёное на зелёном? Замечательный вопрос прозвучал. Во-первых, сейчас уже скоро практики, и многие хотят рисовать с натуры. Самое время узнать какие-то вещи, которые необходимы для работы с натуры. Значит, зелёное на зелёном писать, на самом деле, очень просто, если представить себе локально единый цвет зелёного и зелёного. То есть, это может быть, допустим, ёлка и поляна, это может быть берёза и поляна, и бывает часто непонятно, как же это написать. Начните с того, что у вас единый цвет зелёного и зелёного, как я сказал ранее, и проложите целиком лист зелёного цвета. И потом вы просто выделяете по отношению к тому, что вы видите, к натуре, выделяете то, что холоднее по цвету, а что теплее. Добавляя туда охру, добавляя туда фиолетовый даже, или какие-то цвета холодные, ультрамарин, кобальт синий. И у вас получается сразу разное отношение и по тону, и по цвету. Друзья, я уверен, что у вас всё получится. Экспериментируйте с цветом, наблюдайте больше за природой. С вами был художник Фёдор Цаачёв, подписывайтесь на мой канал в Ютубе, смотрите мои ролики. Есть такой серенький маленький колокольчик, если вы на него кликните, то у вас будет уведомление о моих новых роликах. До новых встреч!